И всем привет ребят, с вами в Старвайке, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового устройства на Изиду, сегодня вместе с вами мы протестируем как же работает новая Изидочка, ну а если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только на его аккаунте, устанавливайте ему личный такт, тактимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форумы, которая есть в описании, что же касаемо нашего сегодняшнего устройства, то сегодня мы будем тестировать устойчивые нано роботы, сразу у нас уже появилась информация по википедии этого устройства, за это могу только респектануть директору, за то что работочка в этом плане происходит контентово и сразу, ну и быстро давайте прочитаем что же здесь написано и преимущества и недостатки, при лечении тратится меньше энергии, при атаке больше, увеличенная дальность действия, но меньший угол горизонтальной наводки, обновленная прошивка нано роботов, значительно улучшает эффективность поддержки союзников, в процессе лечения танка устройство позволяет сократить расход энергии благодаря оптимизации процесса восстановления повреждений, но когда приходит время атаки, энергозатраты заметно возрастают, также эти микроскопические роботы оснащены специальной технологией, обеспечивающей необычную стабильность луча, их устойчивость к внешним воздействиям позволяет увеличить дальность и точность, дальность в 2 раза больше у этой Изиды, расход энергии в режиме лечения 50% меньше, расход энергии в режиме атаки в 50% больше и угол конуса минус 60%, то есть тянуть противника на дистанцию с развороткой будет сложнее, да, я правильно, наверное, понимаю эту тему. Так, ну мы берем Викинга и Изиду, я думаю, что здесь никому объяснять не надо, что Викинг будет лучшим корпусом для реализации как раз-таки этой Изиды, так, Изида у нас получается Легаси, значит берем Викинга тоже Легаси, для тех ребят, которые любят очень сильно скины, чтобы потом мне никто не сказал, что я опять не умею сочетать скины, возьмем вот такую темку, так, и отправляемся в быстрый бой, я устройство поменял, не помню только поменял или не поменял, мне уже сразу кидает в боечек, если не поменял, то сейчас быстро поменяем, потому что я мог не поменять, и сразу же хотелось бы тоже сказать по поводу этого устройства, по мнению от ребят, да, вчера на стриме были ребята, которые уже имеют эту Изиду, да, и есть люди, которые на Изиде играют крайне-крайне, небольшое количество времени, и они сказали, что в этой Изиде, хоть и есть такая большая хорошая дальность, да, но она все равно за счет того, что у нее баллон небольшой, да, когда ты начинаешь дамажить оппонента, она не дает возможности полной реализации, да, то есть, в принципе, оно-то хорошо работает, но, условно, если ты хочешь хилить, то лучше использовать Изиду с лечением, да, которое у нас есть, а если ты хочешь, например, уничтожать противника, играть чисто в оппонента, тогда лучше использовать как раз-таки вампирку, да, поэтому мне вот такое вот сказали, такое мнение, но это не мое мнение, поэтому теперь мы уже сами протестируем сейчас и посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Запикало меня на шоссе за атаку, не сказать, что это идеальный режим для такой Изиды, потому что, ну, в принципе, в моменте потянуть на дистанцию я смогу здесь оппонента, да, и вылечить сразу тоже тиммейта, потому что расстояние у этой Изиды довольно хорошее, это радует, это радует, что можно такую реализацию показывать, ну, и будем пробовать играть на победу, будем пробовать саппортить тиммейтом, ну, вот с такой дистанции лечит, ну, хорошая дистанция, хорошая, по сути, сделали такую же, наверное, дистанцию, как у Изиды на дальность с трофейным устройством, да, это, к слову, отсылка к тому, что я когда говорил, помните, когда у нас не было устройств на Изиду никаких, да, до трофейной, я говорил о том, что это как-то несправедливо, когда есть трофейное устройство, сильное, да, а простых устройств, таких же, плюс-минус по механике, таких устройств нету, и Орех сразу же быстро исправился и создал вот такое вот замечательное устройство, да, поэтому, в принципе, здесь уже такая темка залетела, ну, вот, например, хилинга я могу давать, да, с такой дистанции неплохого, а вот по урону, по урону уже под овердрайвом Викинга тоже будет залетать очень и очень неплохие цифры, да, то есть, для чего я взял Викинг? Викинг как раз-таки работает, чтобы у меня была с Изидой еще больше дальность, да, под овердрайвом, и чтобы количество моего наносимого урона по оппоненту было плюс-минус тоже такое же большое. В этом плане эта Изида будет работать и будет работать хорошо. Так, вот, кстати, что у этого бойца? Ага, вот видите, у него не вампиризм, у него, ой, у него не такое устройство, у него, походу, вампиризм, да, да, у него вампиризм. То есть, смотрите, если я могу тянуть на дистанцию, да, растягивать с вот такой вот Изидой, как с вампиризмом, то я буду его переигрывать, да, даже с таким баллоном я буду его переигрывать, если я буду просто растяжку давать. Так же самое можно давать растяжку, получается, против Теслы с этим устройством, и можно давать растяжку против Фризажики, да, за счет того, что у вас будет уже дальность больше, чем у этих как раз-таки пушек. Так, ну и, кстати, хилинг неплохой залетел, неплохой хилинг тиммейта был с дистанции, то есть у вас есть возможность очень хорошего быстрого саппортинга сразу своим тиммейтам, и это не может не радовать, да, то есть ты можешь сразу быстро подсаппортить, можешь дамажечки выдать, вот, например, такую дистанцию делаете, да, у него Изида доставать не будет, у вас достает Изида до оппонента, то есть вы будете тоже уже в преимуществе. Так, Тесла, надеюсь, без статуса, ага, понял, Гаусс меня просто ваншотает, что порезам вообще, может быть, резы поменять, Тесла, Изида, Гаусс, блин, ну там такие пушки, если честно, не сказал бы, что они прям супер, супер жесткие. Ладно, дистанция, смотрите, очень хорошая дистанция, очень хорошая дистанция у Изида, ну прям, ну смотрите, вот дистанция, мне нравится, достойно, очень достойная дистанция, то есть здесь растяжка легких танков точно работает, да, то есть у вас, по сути, пушка становится, ну уже со средней дистанции, да, то есть, ну смотрите, я вот отсюда могу хилить оппонента, вернее, тиммейта, но это очень достойная темка. Я считаю, что это прям очень крутая вещь. Так, 8 минут до конца боя у нас остается. Опачки, Гауссы начинают мне скидывать урончик. Так, ну давайте я пойду поменяю резист. Давайте пойду поменяю, возьму там рез от рельсы. А трельсы у меня стоит, возьму резист от Гаусса. И возьму резист от Теслы. Вот такие резисты мы сейчас возьмем вместе с вами. Я думаю, что это будет куда-куда лучше в этом плане. Так, ну и наши тиммейты продолжают стараться делать доставочки. Это очень хорошо. Ну и под эту Эзиду, под эту Эзиду я бы 100% лучше всего использовал Викинга. В моем понимании Викинг будет работать лучше всего под реализацию Оудика. То есть за счет того, что у вас открывается возможность как раз-таки очень хорошей наноски урончика. Ну и плюс еще у вас дальность еще повышенная. То есть у вас уже дальность под овердрайвом Эзиды становится через полкарты. Просто через полкарты вы можете уносить оппонента. Ну и если брать альтернативу, да, то есть какую альтернативу вы можете взять по реализации этой Эзиды, да, на каком корпусе вы можете ее реализовывать. Ну, я сказал бы, что, ну может паладин какой-нибудь еще будет работать более-менее нормально. Все остальное, ну, наверное, не будет так супер сильно актуально под эту Эзидочку. Да, вот реализация чисто контентового Викинга. А если у вас Викинг еще как у меня вот здесь на аккаунте с драйвером, да, чтобы у вас еще быстрее накапливался овердрайв, то тогда ситуация будет еще лучше и еще жестче. Так, ну у нас довольно быстрая катка закончилась, поэтому давайте попробуем сыграть еще одну. Ну, наверное, не полную, не буду я уже полную. Если будет какая-нибудь здоровая большая, то полную мы играть не будем. Просто хочу еще пару-тройку овердрайвов прожать. Посмотреть вообще, как работает эта Эзида. Потому что пока что выглядит очень интересно, если честно. Прям даже зашла, зашла. Давно я на Эзиде не играл. Но вот эта механика и возможность вот такой вот реализации под Викинг, она выглядит прям интересно. Прям очень интересно. Мне прям зашла. Когда я могу вот так тянуть оппонента. Единственное, да, баллон маленький. Для уничтожения постоянного противника баллон все-таки маловато. Да, если бы баллон был бы еще побольше, было бы вообще великолепно. Но так баллон, конечно, маловат будет. Так, возьмем резист, получается, от Скорпиона. Скорпион рельса. И там был Гром, да? Возьмем резист от Грома. Рельса тоже там была. Возьмем вот такой вот резист. Так, ну и постараемся быстро еще здесь поувозить. Посмотреть, что из этого у нас получится. Страйкер есть. Можно попытаться вылечить. Нет, тиммейта не успеваю вылечить. Мне кажется, что этому устройству надо еще, чтобы самохилинг был. То есть, если этому устройству добавить еще самолечение при нанесении урона по противнику, то как будто бы это устройство будет прям суперхорошего, да? То есть, потому что баллон у тебя меньше, чем у вампиризма, да, при уничтожении оппонента. Но при этом есть возможность хорошего хила, да? То есть, как будто бы этому устройству добавить вампирку, да? Ну просто, ну я не знаю там, ну не полный процент, как с вампирскими нано-роботами, да? Нано-ботами. А вот именно, ну чтобы был просто хоть какой-то процент, 25 процентов, например. Если там у нано-роботов, я не знаю сколько, у вампирки 50, может быть, да, там процентов идет. То здесь бы 25-ку добавить, и я считаю, что это было бы прям вообще шикарно. А так, в принципе, ну при любом раскладе интересное устройство. Я хоть на Изиде, повторюсь, особо много не играю, но мне вот кажется, это устройство реально интересно, да? То можно разные функции сразу пробовать реализовывать, да? То есть, ты можешь и от хила сыграть, ты можешь и от урончика сыграть, и можешь очень хорошо овердрайв реализовать под домашку, под контентик, под движуху, да? То есть, у тебя есть разносторонние функции этого устройства, и за счет этого устройство будет смотреться значительно-значительно интереснее. Так, падает у нас дроповый овердрайв, если есть возможность забрать, было бы неплохо, хотя у меня и так 90, можно было бы законтролить просто, ну ладно. Ладно, хотел подконтролить, чтобы слить оппонента, жать один и сделать продленочку второго. Но, к сожалению, меня здесь разбирают. Так, ну попробуем вот так. Нет, так не попробуем. Позиция хорошая, если бы вот того типа не было под стенкой слева, можно было бы попробовать реализовать оверку даже в той позиции. Давайте попробуем прожаться, посмотреть вообще, что будет. Против оппонента на дистанции. Ну, давайте вот так попробуем. Вот так бжаться. Ну, вот такая вот дистанция. Вот такая вот. Вот такая вот дистанция. Вот такая вот дистанция с Изидой под овердрайвом на Викинге. То есть просто пол карты, пол карты в боковичок, у тебя есть дистанция на носке урона по оппоненту. Ну, это шикарно. Это просто шикарно. Чел уже даже пишет, ты что, Изи читеришь тут? Ну, это реально читы какие-то. Ну, очень жесткая дальность. Очень жесткая дальность. Под овердрайвом Викинга прям вообще смотрится супер круто. Давайте попробуем даже. Ну, просто реализую еще одну оверку. Я все равно не буду играть эту катку до конца. Поэтому я просто хочу посмотреть еще расстояние. Вот дотуда дотянет. Нет, дотуда это уже за много. А хотя нормально. Нормально, ребятки. Нормал, 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 нормал движуха. Нормал движуха. Вот с такой дистанции можно просто на Изидочке наваливать контентика. Подолги. Блин, ну это шикарная тема, шикарная. Так, еще одну пощупать. Как раз падает. Сейчас еще пощупаем дальность. Я хочу посмотреть, может ли достать Изида вот от этой стенки до той. До той стенки мне хватит расстояния? Нет, до той не хватает. До той? Ну почти хватает. Почти хватает. Если чел будет в упоре стоять в стене, а я буду стоять за этой стенкой слева, если чел будет в упоре стоять, мне хватит дистанции, чтобы до него дотянуться. Блин, ну это прикольно. Вот так вот, да, стоит чел? Давайте попробуем. Мне просто интересно. Вдруг резко интересно стало. Так, надо, чтобы он открылся. Надо, чтобы открылся боец. Вот, например, дотуда дотяну. Ой, жестко. Ой, жестко! Ой, жестко! Блин, ну это круто. Это круто. Поэтому, ребят, если у вас есть эта Изида, да, если у вас есть эта Изида, если вы ее получили, то мой совет пробовать ее реализовывать именно на Викинге. Да? У вас есть много функций. Есть функция саппорта тиммейтом. Есть функция наноса урона под овердрайвом. Есть возможность просто наносить урон по противнику. Чел продолжает писать про Изиду и жалобу, что я читер. Да? Поэтому Изида работает очень и очень круто. В целом, наверное, это не супер какая-то имба. Да? Это не супер какая-то имба. Но это просто хорошее, интересное устройство для тех ребят, которые любят пушку Изида. Да? Я бы сказал, наверное, это так. Ну и его на бабло, на контент реализовать тоже можно. Да? Я уверен, что реализация этого устройства может быть и хорошая в плюс тоже. В целом, наверное, все. Если понравился данный видеоролик, то обязательно поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу и присоединяться на наш Дискорд. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого устройства. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.